Привет, ребята! Новый день, новый влог. В общем, я такая расфуфыренная, потому что мы едем на фотосессию. Короче, мы едем на локацию в Коломенский парк. Буквально позавчера я списалась со своей подружкой Настей, Фет. И она говорит то, что типа вот, погнали, давай, типа полчасик, сделаем классные фотки. Я такая, блин, я болею, ну вдруг я выздоровлю, я хочу, потому что очень красиво, очень красивая локация, там все розовенькое такое, в цветах, в зелени. И мне захотелось, потому что мне показалось, что это очень мило и будет супер клево. Тем более хорошая погода, 17 градусов, хотя я в такой курточке, потому что я переживала ветер, не ветер. Короче, рассказываю, что вот эта прическа твоя любимая прическа, да? Как ты любишь кучерях. А что ты такую нашел себе, не кучерявку? Да я не знаю, на тебе просто идет кучеряшка. Да? Кучеряшка с ю. Я сразу больше на грузинку похожа, да? А тебе нравятся такие восточные? Ой, я говорю. Короче, ребята, рассказываю, начинаю историю с самого начала. Неделю назад где-то Слава сказал, что ему нужно поехать к своим родным на дачу. Я такая, типа, о, блин, я очень давно не была у своей мамы на даче. Ну, короче, очень редко так выходит, чтобы мы порознь где-то были. Я и не могу, на самом деле, поехать к Славе на дачу, потому что у них там много кошек, и мне это будет тяжело. Я пока беременна, я могу приезжать туда без ночевки только, посидеть на время. А у нас пока, к сожалению, такой возможности нет, потому что для этого нужно жить на той даче, где мы обычно со Славой вдвоем живем. Ну, короче, откуда я снимаю влоги. У мамы тоже дома есть кошки, но одна кошка, моего брата, она как будто не линяет, и у меня на нее нет аллергии. Но еще самое интересное задание, ты сейчас охренеешь, я не знаю, дела в попугаях нет, у нашей Вивы тоже аллергия. И я думаю, что на кошек. То есть она, кстати, едет на вес, совсем забыла рассказать, у нее тоже будет что-то сессия. У нашей Вивы-то тоже аллергия, потому что каждый раз, когда мы приезжаем к моим родителям на дачу, к Славе родителям, бабушке, дедушке на дачу, у Вивочки начинают гноиться глаза. Просто, и постоянно их надо чистить. Когда мы приезжаем в Москву, обратно у Вивочки перестают гноиться глаза. И я это уже давно заметила, и все время думала, блин, ну может быть, потому что мы на даче, ее там угощаем какой-нибудь курицей, еще что-нибудь такое. Ну, типа, знаете. А в Москве мы тоже угощаем, поэтому у меня, это, дебет, кредит сложились. Сотни в этом. Приезжаем мы на дачу, каждый к своим родным. И я почему-то, вот не знаю, может быть, мама говорит, может, у тебя место силы там, у меня вот здесь место силы. Короче, у мамы на даче мне всегда все жутко впадло, жутко лень. Я не знаю, дело в маме или в местоположении. Но мне ужасно там тяжело что-то вообще делать. У меня всегда там клонит в сон, прибивает кровати, нет сил вообще просто ничего делать, не снимать, ничего. Я не знаю, почему так, реально. Представляете, потом заболела. И это какой-то трэш. Причем сначала заболел мой отчим, пока мы были на даче. Он выздоровел, то есть буквально за два дня. Ну, понятное дело, они могут пить всякие там лекарства, лечиться. Не то, что я беременна, вообще практически ни хрена нельзя. Потом заболела моя мама. И это такое, знаете, как простуда, то есть не страшное, но все равно неприятное чувство болезни. Заболела моя мама. Я там что-то чихала, чихала, там сопли, не сопли. Ну, думаю, ну, там аллергия, не аллергия, там, не знаю. Хотя прикол в том, что все-таки у меня по сути нет аллергии. Были легкие такие намеки на аллергию, когда мы жили на даче. Ну, вот недавно были на даче. Откуда я вам влоги снимаю? Я просто не могу называть населенный пункт, и это бесит. Неудобно. Я думала, что, ну, может, опять что-то такое, типа, аллергические какие-то приколдессы. Но в итоге, представляете, потом за мной заехал Слава, с дачи от своих родных. И в машине я поняла, что я заболела, что у меня слабость, что мне прям хреново. В итоге приехали мы в Москву, и все, я лежала, болела 4 дня. У меня даже температура была. И болеть в беременности – это просто лютый отстой, потому что, во-первых, ты не можешь выпить лекарства никакие, которыми раньше ты спасался, например. И постоянно приходится все, что ты можешь, типа, лечебное такое, в духе лечебное. Это какие-то вот эти вот бабушкиные методы, народные способы. Ну, как-то даже не народные, а просто чай. Да хера чая с медом, с лимоном. Я этот чай уже просто ненавижу, потому что я этих чаев столько выпила, пока вот типа болела. Короче, я даже не, я думаю, что это ни хрена не простуда, это какой-то, наверное, вирус, потому что болеют практически все. И то, что мы вот так вот с бочкой заболели, ну, короче, простудой так не болеют и не заражаются. Я, капец, как давно не болела вообще. И, ну, то есть, я считаю, у меня хороший иммунитет, а тут заболела. И я, конечно, жестко обнималась. Во-первых, мне пришлось испытывать неприятные чувства. И ребенку моему, думаю, тоже. Но, насколько я знаю, на ребенка сейчас, ну, такие штуки никак не повлияют, потому что он хорошенько защищен. Наш пупс, пупсоид. Вот, но в любом случае, от того, что я там кашла, чихала, как-то, не знаю, потела, но я думаю, малышу тоже это не очень приятно было. Потому что я пила дофига чая, у меня был ужасного цвета язык. Господи, кошмар, как будто бы я не знаю, от чего отпилась, каких лекарств. Ну, в общем, трэш полнейший. Мне лучше уже второй день. Я тут пересматривала свои старые влоги, и в феврале я вам откровенничала о том, что немножко разленилась в плане готовки. Я стала реже готовить, потому что я поняла, что у меня очень много времени уходит на готовку. Что ж, к маю я вышла на новый уровень. Я поняла, как я могу сэкономить максимально времени на готовке, но при этом полноценно питаться. И сейчас я говорю, кстати, не о какой-то там лене. Мое новое открытие, это крупа в пакетиках для варки от Увелки. Это безумно удобно, потому что нужно просто пакет с крупой закинуть в кастрюлю, и все, вкусный, полезный гарнир готов. И в это время, пока все это дело варится, я могу заниматься своими делами. Ну, просто вау. Как видите, все элементарно, справится даже ребенок. Если у меня мало времени, а из-за работы сейчас его вообще ни на что не хватает, я просто готовлю один раз такой вот варочный пакетик, и мне хватает его на два полноценных приема пищи. Мой фаворит от Увелки это булгур. Шикарный гарнир к рыбе и птице. Так что, девчонки, берите на заметку. Самый кайф, что крупу не нужно мешать, она не пригорает. При всем этом всегда получается вкусный, рассыпчатый, как в ресторане. Также очень удобно, что потом не нужно отдраивать кастрюлю и на это, например, тратить время. В общем, вариант с крупами в пакетиках для меня это сейчас просто идеальный вариант. И, кстати, крупы Увелка можно найти практически в любом магазине. Например, лента, озон и так далее. Или в доставке, например, самокат. В линейке огромный выбор круп, различные виды риса, гречи, чечевица, булгурский нуа и много других круп. Рекомендую вам попробовать, даже если вы не любите крупы, потому что, уверяю, с Увелкой вы их полюбите. Вчера я сходила на маникюр рядом с домом и довольна ли я? Не очень. Вообще никакого практических упрямления я не ощущаю. Я боюсь своими ногтями что-либо делать, а не как кожа. Обычно я это делаю в других местах. Я не знаю, что тут за покрытие такое мне сделали, но у меня ногти просто как, я не знаю, как лист бумаги. Ну, короче, это плохо. Я, наверное, даже на днях зайду к ним и скажу, ле, пойду опять по скандалю. Ну, короче, нет, на самом деле просто скажу то, что я просила укрепления. Мне его типа сделали. Может быть, попрошу, чтобы мне еще несколько слоев намазали, потому что я не могу с такими ногтями. Я вчера голову мыла, я даже не могла вот так вот, знаете, чтобы прям ногтями ее шик-шик. Потому что они просто как, ну, я не знаю, что. Короче, пока я лежала-болела, я, понятное дело, вообще не двигалась. Не знаю, из-за этого нет, но я прям начала отекать. И, ну, это и так видно, что я отекаю. Ну, ноги мои надо видеть. И вообще это кошмар. Ну, в ботинки свои влезаю пока нормально. Уже 70 килограмм вешу. И это значит, что у меня прибавка 16 килограмм. 16! Это на килограмм больше, чем я планировала пойти рожать, а мне еще 2 месяца ходить. Я понимаю, что это все херня, это вода. Но дело в том, что если бы от этого хотя бы было легче физически и жить, и ходить, и вообще кайфовать, то это другой вопрос. Ну, короче, это ужас. Я бы не хотела сильно отекать. Это на самом деле страшно, потому что есть такие ситуации, когда аж в больницу кладут и начинают какие-то капельницы делать. Потому что некоторые люди ужасно отекают. Завтра я пойду к врачу своему и спрошу у нее, что мне можно такого попить, поделать от отеков. И завтрашнего дня начну носить компрессионные чулки, которые я должна была носить еще с 28 недели. А сегодня, кстати, полных 32. Представляете, полных 32 недели. Мне осталось ровно 8 недель. Это если я ровно в 40 недель рожу. Но чую я, что я рожу раньше. Не знаю почему. Ну, хотя хрен знает. Причем мне не очень много ресниц, потому что, понятное дело, я пока лежала, болела, у меня ужасно слезились глаза. Я их вот так вот терла, терла. Ну, короче, просто трэш полнейший. То, что я там типа отекла и уже плюс 16 килограмм. Хотя я вообще-то реально думала, пойду в минуте 15 рожать. Вообще пойду. Потому что в целом-то я шла нормально. Я, ну, короче, я вижу и ощущаю, что вот все, что помимо того, что там малыш, ну, реально это вода. Ну, может быть, я там наела килограмма полтора-два. Вот реально. И то не факт. Не факт. Не факт. Ну, я просто вижу, потому что да как, где-то на себя нажимаю, я понимаю, что это вода. Но мне просто психологически грустно. Потому что, нет, лучше, конечно, чтобы это была вода, которая потом уйдет и сойдет, чем жир, который надо будет долго сгонять. Но я просто не виновата. Я привыкла много лет ходить худой. И какие-то цифры, они психологически давят. И кто-то со мной не согласится, скажет, что это за беда. Нет, да похер с одной стороны. Реально. Но если бы у меня еще не болела поясница, я думаю, она у меня, конечно, болит от тяжести. Живота в том числе. Ну, живота ладно, к нему вообще вопросов нет. Там сидит наш ребенок. А ноги, руки, сардели. Просто сардели. Он мне столько лжет. Говорит, я чудесная картина. Совсем не поправилась. Вот так вот, блин. Что творит? Вила вообще в шоке. Кстати, у Вилочки последний раз фотосессия была такая профессиональная, когда я была 4 года. Поэтому раз в год точно надо делать такие классные совместные снимки. Да, малыш? Мы сейчас сделаем такой кадр, где Вилочка, мама с животиком. А в животике тоже девочка сидит. Вот такое трио девчачья. Да, мы хорошенькие. Сейчас пойдем. И гулять потом там будем в этом парке. Да? Да? Нам осталось 3 минуты, поэтому не буду сейчас тратить время на балабольство. Буду лучше следить за тем, чтобы нам не тупить. Быстро найти место и пойти на точку. Так, ребят, мы дошли. Тут вот такие разные места с локациями красивыми, с декором. Вив, иди сюда. Пойдем клещей поищем. Вот, Настя чуть-чуть задерживается. Ну и с другой стороны, я не совсем могу понять, где то место, которое нам надо. Но, по-моему, блин, оно дальше. Я вижу, там что-то лежит, расстелено. Нам, наверное, дальше. Вила, как тут круто, да, Вив? Моя солнышка. Вива! Тут просто обалденное место для того, чтобы гулять с детьми. Ну, с собачками уж, конечно, тоже. Им супер здесь. Я смотрю, тут очень много людей с собаками гуляют. Посмотрите, как здесь красиво все гуляют. Вивочка, пойдем. Пойдем, пойдем. Какое чудо. Круто, Вив? Ой, какая она счастливая. Не зря, Вив, мы дома столько проторчали, пока мама болела, да? Чтобы потом сразу в крутой парк поехать. А вот и локация наша. Мы встретились с Настей. Обновили мой образ с некоторыми элементами. Кстати, вот перед у меня такая штука на шее. Вот, я думаю, у меня есть. Сейчас покажу, сколько лук. Оцените лук от 1 до 10. Она и не уходит. Вива! Присядь мне, присядь. И вот туда вот вперед чуть-чуть. Просто вот так покружусь. Да ладно? Ну да. Какая-то маленькая. Да, очень маленькая. Подглядывайте. Знаете, мне пока затрылся, кролик не надо. Давайте вот как свивой подеть. А чего? Можно заработать. Да, точно. С собачкой сфоткаться не хотите? С собачкой сфоткаться не хотите? А этим порожи. Что, тебя мучает, да, тетя? Да не мучает, что ты тоже. Вива такая счастливая, да? Потом пойдем в вкусную точку наггетти тоже. Не даете. А чего? Ай, кролик как-нибудь. На солнышко смотри, улыбайся. Вива, бегай. Все, давай. Сумаешь, что это? Да. Очень красиво. Класс. На меня глазки. Глазки, да, закрой. Рил, сиди, все, и вставай. Ой, я тебе такие тут переходы делаю. Да, ну х**, стреляй, красиво с ними. Красиво? Красиво лучше. А дай мне, я с собой себе поделаю. На. Да не на этот. Ой, так красиво. Ребята, новый день, но не новый влог. В общем, наш день сегодня начался с того, что приехала мебель для ребенка, чему я безумно рада. Посмотрите, вот здесь сколько все. Вот. И это еще не все. Еще завтра привезут какую-то часть мебели. Это мебель от магазина бренда Ля Редут. Я ждала эту мебель, я не знаю, как сумасшедшая. Она шла к нам из-за границы. Посмотрите, какое чудо. Я вам в телеграмм скидывала, что я хочу вот это вот кресло. Вот этот диванчик уютнейший. На нем я буду сидеть, качать нашу пупсу и сиську евро отсылать. Какое чудо. Пока Слава достает это кресло, расскажу вам вот что. Сегодня мы ходили на УЗИ к врачу. Смотрели нашего пупсика. Третий скрининг. Это был все хорошо, все супер, все как надо. Это единственное, что в момент, когда мы были на УЗИ, врач сказала, что наша малышка не перевернута, как надо. Но она постоянно крутится, вертится. И это, конечно, прикол. Потому что уже не маленький срок. И я не думаю, что там уже так много места, что крутится, вертится. Короче, это не очень, конечно, хорошо. Но надеюсь, что она в итоге перевернется, как надо, к моменту, когда надо будет. У меня, посмотрите, аж какая что. Хотя, может, это я отлежала. С этой стороны вроде такого нет. А может, отек. Короче, врач сказала, что у меня довольно-таки не слабые такие отеки. Потому что я в конце апреля, короче, 25 апреля я взвешивалась и весила плюс 11 килограмм у меня был привес. А сегодня я вешу 70,8. То есть практически 71, грубо говоря. Не хочет выходить. Он сразу собранный? Да. Вот это прикол. То есть, короче говоря, у меня за чуть больше двух недель добавилось типа 5 килограмм. Ну то есть 5-6, я не знаю. Понятное дело, что есть в этих килограммах то, что относится к ребенку. Но не 5-6 килограмм. Ну то есть понятно, что это отеки, вода. И это, конечно, досадно. Сегодня Слава мне натянул чулки компрессионные. Врач мне назначила пить таблетки от отеков месяц. Я вам сейчас скажу, как они называются. Но опять же таки, если вдруг вы беременны, у вас тоже там отеки, еще что-то, пожалуйста, сходите к врачу. Пусть вам уже ваш врач назначит что-то, потому что мало ли что. Это дело такое. В общем, она мне сказала пить конеферон. Конеферон по 2 таблетки 2 раза в день, 1 месяц. Много жидкости. И еще у меня сегодня ночью очень сильно болело... Как его зовут? А что, они пустые? Наверное, чтобы не сломалось, да? Какое чудо! Я его уже испачкала грудным молоком и блюльками ребенка. Я уже представляю. Но ничего страшного! Пледиком буду накрывать. Какое чудо! Так, в общем, на чем мы там остановились? С одной стороны, плохо то, что у меня отеки. Конечно, плохо. И с этим нужно бороться, потому что это может быть даже опаснее, когда очень сильные отеки даже в больницу кладут, прикиньте. Поэтому за этим нужно обязательно следить. Но! Несмотря на то, что это как бы нехорошо, что у меня отеки, я рада, что это не жир. Типа, знаете, за две недели просто нажрать, например, 5 килограмм. Но это трэш. Был бы. Короче, получила рекомендации. А, и у меня очень сильно болела сегодня поясница. С левой стороны так сильно болела ночью. В 6 утра я проснулась от жуткой боли. Какая же все громкая. Ну, че? Я же могу сделать красивые фотографии на этом кресле. Типа, знаешь, детскую одежду какую-то положить. Можно вот сюда ноги положить и вот прям раскачиваться, наверное. Ну, к нему бы еще что-нибудь это... О, нет, раскачивается так нормально. Конечно. Нет, классная штука. Очень мимимишная. Я потом, когда мы тут мусор уберем, вам получше все покажу. Мне не верится, что наконец-то, да, и скоро я закончу тот рилс. Помнишь, когда здесь был бардак, я закидывала сюда гуся? Я все жду, когда я его закончу. А закончить я его хочу, когда здесь уже будет детская. Очень классный этот. Такая бабка стоит. Так вот. Ну, че мы там с вами остановились с моим огроменным пузом? Вчера ночью у меня были ужасные боли. Да нет, сегодня. Боже, я все перепутала. У меня голова не работает над словом со всем. Пока я болела, не знаю, вот этого или нет. Ну, короче, может я много, ну, понятно, много лежала, пока болела. И у меня, может, что-то отлежало, может, что-то, не знаю. Еще при этом никаких упражнений для беременных не делала, понятное дело. По сути, я вообще толком никаких нормальных упражнений для беременных еще не делала. Я на этом мячике сижу периодически, но чуть-чуть, и как будто, вы знаете, интуитивно что-то делаю. Я просто знаю, что на нем надо сидеть и вот так вот крутиться, вертеться. Вот, что я делаю. А сегодня врач мне сказала, какие надо позы принимать для того, чтобы снять вот эту нагрузку на поясницу, потому что вчера мы были в парке, фотосесс у нас была, вы знаете, но у меня не болела там поясница. Мы гуляли, да, мне было не то, чтобы там прям суперлегко, как перышко, знаете, нет. Ну, как бы, короче, проблема вся в пояснице. Вот реально, если бы не боль в пояснице, то вообще, по сути, я себя офигенно, фу, слава богу, чувствую. Все меня устраивает, все круто, классно, ничего не беспокоит, кроме вот моей поясницы. Ну, и отеки. Ну, отеки это только визуально, по сути, сейчас доставляет какой-то типа дискомфорт. Вот, ну, физически, наверное, тоже, конечно, 5 лишних, допустим, килограмм воды, если даже, ну, представим, что 5 всего, да, ну, может, поменьше. Я не знаю, я же не могу вычленить, сколько в реале. Конечно, они тоже добавляют нагрузку, понятно, на ту же поясницу, поэтому в любом случае с этим, ну, это нельзя оставлять просто так. Вот, и понятно, пока я болела, я не могла пить много воды, потому что я пила очень много чая, чтобы скорее выздороветь. Ну, короче, все это, я думаю, навалилось в один момент. Конечно же, нет смысла смотреть там на цифры на весах, в том плане, что, ой, я же хотела пойти рожать там не больше 15 килограмм. Конечно, это все ерунда, потому что, понятное дело, что, может быть, сейчас я в реале набрала там, не знаю, килограмм 13. Ну, не знаю. Ну, по сути, так, наверное, есть. Если отнять там 4 килограмма воды точно, то не так уж много я как бы набрала, вот если говорить о том, что я все-таки, ну, ничего. Потому что я до определенного момента шла очень хорошо, а потом просто резко был привес, и вот врачу я даже сегодня в приложении показывала, я говорю, вот, я записывала данные по датам, по дням, и она говорит то, что, ну, это точно вода, потому что так столько набрать просто физически невозможно, даже если сидишь вот так вот жрешь, ну, просто невозможно. За короткий промежуток времени. Собственно говоря, как классно на этом кресле качаться. Интересно, малышке нравится. Ну, и что, собственно говоря, она мне сказала, чтобы я вставала в позу специальную. Типа на пол садишься вот так вот, на локти опираешься, попа кверху, чтобы от этой поясницы отток какой-то шел, чтобы вот это все. И так хотя бы два раза в день, по две, там, три минуты, вот как вспомнишь. Вот, я еще посмотрю получше в интернете, как это делать, видео какие-то, еще что-то. В общем, в любом случае мне нужно начинать срочно делать какие-то такие вот штуки. Я еще записалась на массаж послезавтра для беременных, конечно, он мне тоже очень сильно поможет. И от отеков все равно это будет какой-то такой там лимфодренажный, лимфодренажный, да. И, ну, какие-то зажимы убрать в пояснице тоже все. Вот это в любом случае, это будет полезно и не хуже. Вот, так что я, конечно же, как и до беременности в плане спорта и каких-то активностей ленюсь. Потому что я всегда такая думаю, блин, да какие нафиг мне еще активности? Куда мне их в свой плотный график вписывать? У меня там и то, и все, и пятое, и десятое, уборка. Вы что думаете, я сейчас типа такая вся беременная, ничего по дому не делаю? Делаю. Вчера я гладила. Ну, короче, все мы делаем. Ну, конечно, мне сейчас еще больше помогает муж, потому что мне многие вещи сильно сложнее делать. И если раньше мне что-то было лень, ну, я такая, ну, лень, но все равно пойду сделаю. То сейчас мне и лень, и это еще будет мне не так легко сделать. И лишний раз иногда такая думаю, нет, я вставать не буду. Я не могу. Для меня это целое вообще испытание. Особенно вот когда болит поясница. Вот, ну, вообще реально. Просто без боли в пояснице, блин, погнали гулять. В общем, мы вчера долго гуляли по парку. И сегодня тоже не прочь пойти прогуляться в парке. Потому что сегодня, конечно, слава богу, я проснулась, уже не было. У меня такой боли. Потому что это вообще просто, просто трындец. Реально ужасно неприятно. И главное, не знаешь, как себе вообще помочь, что с этим сделать. Потому что боль, ну, просто трэш. Короче, не знаю. Вот я, вы знаете, периодически думаю, боюсь я рожать. Нет, блин, реально не боюсь. Вот не боюсь и все. Единственное, чего я волнуюсь, это, ну, вот просто то, что, как-то, знаете, вот когда я поеду в роддом. Кстати, мы выбрали роддом. И знаем, с каким врачом хотим рожать. На следующей неделе мы поедем в роддом знакомиться с врачом. Что, что еще сказать? Ну, об этом позже вам уже расскажу. Чтобы не, это, гнать вперед. Потому что у нас и так столько, блин, всего, и все вам не рассказано, не показано. Просто детскую нам надо, да, обустраивать, доделать. Еще кучу всего докупить для малыша. Я пока болела, лежала, блин, на том же Валбере, себе вызбранное, добавляла там вообще скомасшедшее. Не знаю, на сколько там денег я всего продобавляла. В общем, надо еще походить, подумать и сходить ногами в магазин. Было бы неплохо посмотреть вживую какие-то вещи. Молока от СОС надо купить. Я, в принципе, уже знаю, какой хочу. Поэтому, ну, я не хочу его, правда, на Валбере заказывать, если честно. Потому что я посмотрела в отзывах, там что-то приходила мятая коробка, еще что-то. А это такие вещи, которые, ну, уже, блин, ни хрена себе. И стоит этот молоко от СОС, ну, типа, не две тысячи, что знаете, чтобы его там на Валбере заказывать. Все-таки это такое дело техника, можно сказать уж. Какую-то там ерундовину, типа каких-то книжечек прикольных для детишек, таких шуршащих. Это можно и на Валбере заказать всякие такие, знаете, мелочи прикольные. Потому что я там уже себе столько вызбранное накидала, обязательно подпишитесь на меня в Телеграм, потому что я там периодически делаю постик, типа, делитесь полезностями, делитесь штучками для детей, для ребенка. И мы там сидим, просто накидываем всякие артикулы, ссылки, и потом каждый сидит и плачет, что у него опять минус там, не знаю, сколько денег в кошельке. Кстати, я посмотрела, там же есть, можно, короче, глянуть, сколько ты всего денег потратил и назаказывал за все время на вот этом маркетплейсе. И на самом деле я вообще немного потратила, у меня там, по-моему, 30 с чем-то тысяч. Ну, это за, я не знаю, сколько лет, у меня там какие-то первые, что ли, покупки ресницы на магните, когда был карантин, когда только вот ковид начался. Короче, трэш. Еще есть немаленькая вероятность того, что я переболела ковидом сейчас, вот то, что я болела, потому что это точно было не простуда. И сегодня тоже с врачом я болтала, и она говорит, что да, ну, то есть понятно, что сейчас уже ковид, он много как сильно изменился, и, понятное дело, это там уже он такой, как воздушно-капельным путем передается, и попроще проходит, потому что сначала заболел мой отчим, потом заболела моя мама, потом заболела я, еще заболела мама Слава, а мы все виделись, папа Слава. Ну, короче, типа, ну, все вообще, просто все, кто тусовался вместе, все практически заболели, слава богу, хотя бы Слава не заболел. Но при всем этом все довольно-таки быстро встали на ноги, слава богу, поэтому, ну, как бы, по ощущениям, как простуда такая, знаете, что-то легкое, но простудой так вот не заразишься все подряд, знаете, это реально очень странно, потому что простудой ты просто простудился, и все. Да и вообще, на самом деле, для меня это было большим удивлением, то, что я заболела, потому что я очень давно не болела, у меня достаточно хороший иммунитет, а, насколько я знаю, что-то там слышала, хотя это, конечно, все чепуха, скорее всего, но, типа, у беременных очень хороший иммунитет. Короче, не знаю, это 100% была какая-то вирусная фигня вот такая, потому что просто так, типа, простудиться, это вообще не при меня. Я всегда хожу тепло одетая, все у меня закрыто, ноги у меня всегда в тепле, ну, то есть я вот такая прям бабка. Особенно, понятное дело, в беременности я еще больше слежу за тем, чтобы мне было тепло, не холодно. Ну, короче, поэтому я делаю выводы, что ни хрена это, конечно, была не простуда, и мы уже все сделали такие выводы, но в любом случае, слава богу, что сейчас уже мне, конечно, сильно лучше, единственное, что вы слышите, что у меня такой немножко гнусавый голос, но в целом вообще все хорошо, бодрячком, и я тоже достаточно быстро встала на ноги, с учетом того, что я не принимала никаких лекарств все это время, потому что мне нельзя, единственное, что мне можно, типа, это мне врач по смс-ке, короче, сказала, что я могу использовать виферон, виферон 1 миллион, что ли, там такая какая-то дозировка, его можно в беременность, я рассказывала подписчикам тоже в телеграм, там возникли всякие дебаты, споры, что виферон это все фигня, что это пустышки, не пустышки, ну, короче, в любом случае, ну, я приняла решение, что я буду проходить этот курс, виферон, там 10 свечек надо вставить ректально, ну, короче, в любом случае, даже если это там пустышка, не пустышка, ну, хуже, я не думаю, что будет хуже, вот, иммунитет в любом случае он должен, как бы, подкрепить, я думаю, и все, по сути, больше с ней ничего нельзя, чаи там я какие-то пила, ну, типа, там, с медом, с лимоном, и что, и что еще? Еще у меня уже сколько-то там недель, как идут ложные, типа, схватки, схватки, кого-то там, они как-то так называются, они еще раньше начинаются, ну, не все их чувствуют, не у всех они как-то ощущаются, у кого-то их вообще нет, у меня, походу, просто все, все, что может когда-то начаться и ощутиться, это про меня, ну, не знаю, такая вот я женщина, казалось, потому что и не у всех там молозиво какое-то выделяется в беременность, только после родов, у меня вот как, наверное, можно было, так и погнали, так и началось, какие-то схватки вот эти ложные, там, игрушечные, не игрушечные, не знаю, слава богу, это хотя бы не больно, но в некоторые моменты просто неприятно, потому что я прям чувствую давление, сначала я думала, что это просто ребенок в животе оттопыривается сильно, и я еще думаю, господи, да зачем она так делает, зачем, ну, то есть, знаете, как будто бы вот так вот растягивает, но я понимаю, что это странно, ну, типа, что за хрень, и только потом я догнала, что у меня, походу, схватки, потому что в один момент в какой-то части живота, либо, ну, где-то, короче, очень сильно твердеет живот, то есть такой, что просто вот постучать, наверное, можно, очень становится твердый, но я это понимаю не потому, что я потрогала живот и поняла, что он твердый, а потому что в какой-то момент у меня начинает сильно стучать сердце, я чувствую давление, чувствую давление просто вот в этой части даже, чувствую давление, что мне, ну, короче, что-то некомфортно, и как только я это чувствую, каждый раз, когда я такое чувствую, это нормально, это проходит достаточно быстро, но просто я это чувствую и думаю, так, понятно, я трогаю свой живот, и я понимаю, что у меня сейчас идет схватка, потому что у меня очень твёрдый он в один момент, а потом отпускает, и всё становится круто, и это всё равно неприятное ощущение, это не больно, но это неприятное ощущение, кто бы что ни говорил, кто-то там говорит, что ой, это тонус, это тонус, сегодня я была на УЗИ, никакого тонуса мне ничего не поставили, всё, вообще никакого там тонуса вот этого типа, что можно подумать, нет, то есть это именно вот эти вот ложные схватки, как-то там они называются, Брэкстона, что-то там, ну короче, чаще всего они вечером как будто бы, не знаю, и что ещё интересного, когда я болела, были какие-то моменты, когда малышка прям на выход как будто бы пробивалась, было капец как, ну не то, что больно, но неприятно так, что я аж, ну, дёрнуться как-то могла, скрикнуть немножко, надо сказать, ай, потому что просто как будто бы, ну короче, не знаю, в общем, пробивалась она куда-то как будто бы наружу, ну понятно, не наружу, просто пиночки всякие миленькие, которые я так люблю, они обычно где-то здесь такие весёленькие, привет, туда-сюда, а было прям вот в самый, ну короче, низ, самый низ живота, и это было довольно-таки неприятно, я вообще испугалась в какой-то момент, это было, когда я болела, то есть у меня и схватки, и ребёнок туда, короче, вот это всё, как будто на выход пробивает, я аж испугалась, думаю, господи, ну то есть рожать-то рано, ну в общем нет, всё нормально, всё нормально, единственное, что сейчас мы были на УЗИ, и до того, как я пошла на УЗИ, у меня был приём у врача, я ложилась, она замерила мою талию, которая 104 сантиметра, замерила, получается, матку 38, что ли, по-моему, или 30 с чем-то, ну короче, они же там вот так вот замеряют, лежишь, или тебе меряют высоту, вот это вот всё, матки. Короче, всё это замерили мне, рассказали, и врач такая говорит, ой, там просто что-то вытарашивалось, вот здесь кажется, вот, и врач такая говорит, ой, типа здесь коленочка, как они это определяют, я не знаю, для меня это вообще, как я, когда в женскую консультацию пришла, малышка типа вот так вот как-то лежала, вот так вот, и она говорит, ой, она вот так вот прям лежит, Как они это определяют, я, честно, вообще не понимаю. Ну, понятно, они уже там знают, наверное, что-то хорошо трогали, нащупали, но всё равно. Мне это непонятно, конечно. Короче, малышка наша постоянно крутится, верстится, как я поняла, потому что вот эти вот пробивания, по моим ощущениям, туда были точно головой. Вот, а сейчас, когда я была на приёме, там разница типа 10 минут, сначала у меня был приём в 13.30, а в 14 УЗИ. И когда я была на приёме, мне врач говорит, ой, вот здесь там коленочка. То есть я делаю вывод, что голова-то здесь, наверное, как-то она скукожена, тут коленочка, ну, вот как-то так вот. Ложусь на УЗИ, и что-то врач такая в конце говорит, ой, вот бы хорошо было бы, если бы она перевернулась. Хочется всё-таки там, ну, типа самой родить. Ну, чтобы я сама родила, потому что всё хорошо, никаких, слава богу, обидей, пуповины там нету, пусть не будет. Ну, то есть каких-то, знаете, таких вот, то, чего вот, скажем так, мешало бы естественным родам, нету. Всё нормально, только вот сидит, типа, не так, как надо, ну, не перевёрнуто. И я такая, типа, в смысле, потому что оно крутится, оно постоянно вертится. Ну, не знаю, вот такая вот у нас пупса активная, ничего с этим не поделаешь. Я спокойно вообще, на самом деле, к этому отношусь. Если выяснится так, что ребёнок не перевернулся, сидит на заднице, то ладно, значит, так надо, значит, у нас будет плановое кесарево сечение. Мы просто приедем на данный день, на значное время, и я вот так вот рожу. Меня это абсолютно не пугает, не смущает. Конечно, мне хочется родить самой, разумеется, но загоняться по поводу того, что если я, там, не рожу сама, то я не мать, ещё что-то. И, типа, не хочу кесарево, вообще мне на это пофиг. Мне самое главное, чтобы просто ребёнок был здоров, доношен, чтобы всё было хорошо, чтобы никто не мучился, не было никаких, знаете, неприятных моментов во время родов, потому что всякое бывает. Вот, но я думаю, что всё пройдёт супер. Короче, я вообще не волнуюсь по поводу того, как пройдут мои роды, даже если это будет, ну, понятно, это будет больно. Вот, хотя я не собираюсь там отказываться ни от каких эпидуралок, ещё что-то. И просто как-то видел, что, типа, ой, Юля, наверное, такая, типа, женщина, захочет сама, всё сама, какая она молодец. Нет, мне вообще пофиг, нафиг мне терпеть боль, я чё, дужу, что ли, по-вашему? Скажут, что можно сейчас уколоть эпидуралку, и мне больно, например, я не могу терпеть схватки, а то я пойду и уколю себе эту эпидуралку. Но я точно знаю, что буду рожать я в хорошей клинике. Сначала я хотела рожать рядом с домом, там, где рожала моя тётя, моя мама, много лет назад, не знаю, не помню, у кого она там рожала, брата моего, Гоша, по-моему. Короче, сначала думала, буду там рожать, потому что рядом с домом клиника. В итоге передумала я там рожать, не хочу, я подумала, зачем мне там рожать, ничего не понятно. Ну, короче, не то, что ничего не понятно, не знаю, просто все мои там какие-то подружки, знакомые, к кому я могу обратиться, они не там рожали, они рожали в других клиниках, понятное дело, у определённых врачей, и мне намного спокойнее спросить там совет у подружек, я уже у всех спросила, кто у меня там из знакомых рожал за последние 3-4 года, кто где рожал, с кем, как, кому что понравилось. Вот, я сделала выводы и приняла решение также, и почитав, поизучав. То есть, по сути, роддом мы уже давненько выбрали, и врача тоже. То есть, у меня есть вот просто один врач, с которым я хочу рожать, больше не хочу вообще ни с кем. Рожать хочу только с ней. Вот, и у меня подруги с ней рожали, поэтому я нацелена вот так. И Слава, конечно, тоже поддерживает, и мы просто, ну, оба пришли к такому мнению и решению, что наша чудная дочь должна появиться в самых лучших условиях, которые мы можем ей обеспечить, и в самые там лучшие клиники под присмотром самых лучших врачей. Ну, короче, я считаю, что это вообще классная идея. И мне, честно, так намного спокойней, потому что действительно роды, это дело такое волнительное. И я вот думаю, что это я не волнуюсь по поводу родов. Единственное, когда я волновалась чуть-чуть, это вот как раз, когда я болела, и мне было не очень хорошо. У меня были вот эти вот и схватки, и я лежала, и болела, и я переживала. Ну, понятно, в любом случае лучше уж не болеть, да, чем болеть в беременность. Плюс еще то, что малышка так вот как-то стремительно куда-то вниз пиналась. Меня это, конечно, немножко, ну, так, не то, что напрягало, но подумала, блин, такого просто не было, я уж испугалась. Но врач сказала, что все нормально, она просто, типа, путь себе намечивает, все норм, типа, не парься. Ну, и понятное дело, если ребенок не перевернется, я уже думаю, сейчас, наверное, так и не рожают. Сейчас, наверное, кесарево всегда делают, если ребенок не перевернулся. Хотя я знаю истории, когда пытаются его как-то перевернуть, но мне кажется, это странное дело. Короче, в моих идеальных представлениях, если уж так суждено, что должно быть кесарево, то лучше пусть оно будет плановым, чтобы приехать все. Потому что вот у меня тоже, ну, знакомая хорошая, рожала недавно, и у нее, получается, кесарево было экстренным. И я думаю, что понятно, ну, как бы ясен фиг, такие ситуации бывают, случаются, и самое главное, что вовремя все хорошо сделали, но экстренное кесарево, ну, короче, волнительно немножко, потому что ты, получается, и испытываешь и болезненные схватки, и думаешь, ну, надеешься сам родить. Ну, то есть ты как бы готовишься к одному, а получаешь в итоге другое, и экстренно, и в любом случае, когда ты видишь своего ребенка, все вот эти боли, переживания, какие-то там, не знаю, сложности восстановления, я думаю, они забываются, вообще становится пофиг. Но чисто морально спокойнее, когда вот, типа, все, договорились, все, мы приезжаем, рожаем, вот. Кресло улет, единственное, что хотелось бы, как будто, чтобы еще под головой что-то было, не хватает здесь подголовника, но оно супер мимимишное. Ой, как я его люблю, это кресло. Хотела вам показать, что сегодня полных 32 недели, и получается один день, да, понедельник, у меня по воскресеньям новая неделя начинается, и того 32 недели, один день. Я уже второй день чувствую легкую изжогу, но такая легкая, что она, по сути, сильно не беспокоит. Вот, я думаю, что я что-нибудь поем, и она вообще пройдет. А так, вообще, я знаю, что от изжоги, если сильно мучает, можно Рейни, мне врач даже говорила. Вот, но пока меня не мучает, я, понятно, не пью, и не сказать, что у меня какая-то супер прямо изжога такая. У меня один раз только была сильная изжога, один раз, вот, за беременность. А так, у меня вообще до этого по жизни, ну, у меня не бывает, короче, изжоги. Завтра у меня будет коррекция наращивания ресничек, потому что пока я болела, я вам говорила, понятно, у меня глаза слезились, все вот такое. Вот, посушила голову, намазала живот маслом. Точнее, сначала я не стала полностью мыться, я попозже помою полностью, я просто, чтобы макияж не смыть, прокинула голову, помыла. Потом, пока стояла с полотенцем на голове, мазала живот маслом. Хотя я после душа сегодня, когда пойду вечером мыться, еще раз, понятное дело, помажусь. И в итоге, пока я сшилась, мои волосы падали об мой масляный живот. И они сейчас выглядят как будто бы грязные на концах, не знаю. Возможно, мне придется концы заново помыть. Ну, ладно, пофиг. Самое главное, что наверху, чисто. Ребят, еще один новый день. В общем, сегодня нам довезли посылку от магазина Ля Редут. В одной коробке была вот такая штучка классная. Это просто корзинка для, не знаю, игрушек, пледиков, что захочешь. Там еще ковер классный. Господи, что-то еще. В общем, сегодня, я думаю, может быть, мы с вами что-нибудь да откроем. Тут у меня вот такая сладость любимая лежит. А еще все забываю вам показать нашу шторку. Конечно, это все ерунда и уже несколько месяцев. Но брала я ее в Леруа Мерлен. И она просто офигенная. Мне безумно нравится то, насколько она красивая. Она длинная. Поэтому мы подняли повыше эту перекладину. Но она с каким-то утяжелителем. И, короче, не прилипает к ногам, когда ты там моешься. То есть, хороший вариант шторки. Плюс мне нравится такое вот амбре легкое. Еще ее можно отпаривать. Я ее отпаривала. Вот. Ну, понятно, где-то она помялась, может, уже, не знаю. Но была сильно мятой, скажем так, с квадратиками. Потому что она же так сложная была. Вот. И там еще, я помню, был цвет из более такого типа розового. Вишневого. Тоже переход в светлый. Короче, вот такая прикольная шторка. Итак, я выхожу из дома. У меня есть вот такая резинка. Я вам рассказывала, это как бы не тот бандаж, который надо. Но он мне помогает. И тот, который надо, бандаж, я не могу нормально носить. Короче, вот так вот его натягиваю. И просто получается под живот, чтобы держать живот. И на спину как бы. Ну, поясницу. Вот. Выполняет свою функцию. Главное, удобный. И, я думаю, все-таки облегчает, конечно. Мне, мои тяжести от тяжести. Короче. Что сказать вам интересного? Я начала монтировать этот влог. И охренела от того, насколько у меня в начале влога, где мы едем на автосессию, большое лицо с большим вторым подбородком. Грустно, конечно. Что поделать? Но от судьбы не убежишь. Пью таблетки от отеков. Не знаю, помогут они мне, конечно, или нет. Без понятия. Слава уехал на дачу на один день, либо даже вернется сегодня обратно. Не знаю, пока. Поэтому сейчас сама поеду в больницу, а конкретно на КТГ. Первый раз. Кстати, за руль я не садилась вообще. Уже, я не знаю, сколько, месяц-два, наверное, блин, не садилась. Ну, не, не, вру. Садилась, конечно. Но, скажу честно, с седьмого месяца уже все это дело, конечно, становится сложнее, как мне казалось. Но вот сейчас я на восьмом месяце и нормально себе еду за рулем. Просто, конечно, намного удобнее, когда тебя везет твой муж, например. И ты сидишь на расслабоне, ножки так, как тебе надо. Из интересностей, это, конечно, поразительный факт, моя мама, знаете, как поехала рожать моего брата Сашу? Сама на машине. Они с бабушкой ходили по магазинам, просто что-то там продуктовый, непродуктовый. И маме позвонили врачи, типа, Лена, ты где? Ты почему еще не там в роддоме, еще что-то такое? Мама такая, да, да, у меня все нормально, я вроде не рожаю. Ну, это с третьим ребенком. И в итоге получается так, что маму заставили приехать в роддом. Она приехала. И ей сказали то, что да, у тебя там уже все, типа, нормально, можно рожать. И моя мама позвонила своей маме, сказала, типа, мам, я рожаю. А бабушка ждала его в машине. Ну, короче, какая-то сумасшедшая история, потому что моя мама вообще сама приехала в роддом рожать. Завтра у меня массаж в центре, на баррикадной для беременных. Вот. И я такая сейчас сидела, думала, блин, может, лучше завтра на такси туда поехать. Хотя меня в такси укачивает. Думаю, ну, видите, вы себе бизнес. Ну, суть не в бизнесе. Просто вот сзади сидеть в машине меня укачивает. А спереди, понятное дело, я не буду садиться с незнакомым человеком, мало ли что. Собственно говоря, хорошо, что мне ехать недалеко. Завтра еще ехать к этому женскому консультацию. Мне так впадло ездить в женскую консультацию, вы даже не представляете. Но я туда все еще езжу. Не знаю даже почему. Мне что-то там еще надо, наверное, получить от государства. У меня, кстати, спрашивали по поводу молочки, не молочки, выплат беременным. Я не думаю, что наша семья может, не знаю, поучаствовать в каких-то выплатах для беременных. Вот, потому что у нас и две машины, и квартиры, и вообще все у нас как бы неплохо довольно-таки, неплохо. Поэтому на какие-то льготы точно рассчитывать нет смысла. Но все по максимуму, что мне причитается, как жительница Российской Федерации Москвы с московской приопиской, я считаю, что отказываться точно не надо. Я сегодня брови себе очень сильно накрасила, конечно, это была моя большая ошибка. Ну ладно, извините. Здесь никого не смутило, а то все такие нежные, так смущаются всему подряд. Я вчера выставила сториз, на которых просто накрашено, ну, не как-то супер прям. Даже губы у меня не накрашены, ни карандашом, ничего. Понятно, я там с фильтрами, с маской. И, короче, какая-то девушка, девочка, не знаю, пишет мне в директ, типа, Юль, вся обколотая, ну, просто вся обколотая, раньше ты была намного лучше. Я думаю, б***ь, если бы я только могла обколоться, я бы обкололась. Хотя это была бы большая ошибка, потому что когда ты отекаешь, набираешь вес еще и добавлять к этому всякие уколы красоты, это вообще, мне кажется, трешняк полнейший, слава богу, это я понимаю. Я себе не делала никаких инъекций уже больше года, наверное, даже больше полтора года, потому что сейчас, получается, май, в том году я уже была беременна, то есть до этого я уже себе не колола что-то с декабря, короче, я давным-давно себе ничего не колола, можно сказать, около двух лет, скорее всего, даже, реально давно. Никаких уколов у меня в лице нет, ну, то есть я имею в виду, что то, что было, оно, да, наверное, там есть, понятно, что-то где-то сдувается, нос точно, всякие инъекции уже там сошли, которые были, ну, может, не до конца, но там вот этот вот носик аккуратненький, который мне делали уколчиками, его точно уже нету, вот. То, что у меня там, может, губы кажутся пухлее, ну, так это потому, что у меня, в принципе, все пухлее сейчас, и в беременности очень часто я знаю, что, ну, как бы кажется, что кто-то даже губы себе сделал, потому что, ну, все надувается, питается, тем более сейчас у меня много воды, понятное дело, что кому-то может показаться, что я вся обколотая, но на самом деле, конечно, это смешно. Понятно, меня это никак не задевает, не обижает, я просто понимаю, что человек, ну, не понимает. Это, типа, как, знаете, кто-то пишет, типа, Юль, а что с тобой случилось? Почему ты такая отекшая? Ну, типа, это люди, ну, не знаю, дети, люди, которые не понимают причины, по которым беременная девушка на последних, там, месяцах может отекать. Ну, не понимают. Ну, типа, тут ничего с этим не сделаешь. Короче, я пошла на КТГ, не опаздываю, слава богу, взяла с собой конфеты, не знаю, как это все будет происходить, взяла с собой конфеты, потому что знаю, что КТГ может длиться как что-то 30 минут, так и час. Вот, я надеюсь, что пупсёна наша не заставит мамочку так долго сидеть на каком-то КТГ, где-то там в больнице. Поэтому я перед тем, как садиться на этот КТГ, засуну в себя конфету, чтобы пупс такой зашевелился. Я не знаю, как это происходит, первый раз буду делать. Если я буду сидеть в отдельной какой-то комнате, кабинете, ещё что-то, потому что я приехала в платную клинику, не знаю, как это здесь происходит. Но я думаю, на хороших каких-то там условиях должно это происходить. Короче, а не так, что сидишь в коридоре общественном каком-то. В общем, посмотрим сейчас. Если я буду сидеть отдельно одна в кабинете, то поснимаю вам на влог, расскажу, какие-то ощущения. Серьезно, в общем, первый раз пришла. Датчики такие вот. Одно сердце ребёнка слушает, другое что-то обсматривает. Я уже забыла. Ещё дали мне вот такую кнопку. И каждый раз, когда ребёнок шевелится, я должна на неё нажимать. Ещё мне пить чай с печеньками. Чтобы быстрее ускорить этот процесс. Потому что сейчас малыш не особо активный. И чем малыш активнее, тем лучше, наверное, быстрее всё можно записать. Но я так поняла, что в любом случае будет 20 точек. Снимает и меньше. Вот, ну, чё, здравствуй. Так что мне прислочил. Сейчас я вас говорю. Малышка всё ещё, точнее, она была головой вниз одно время. На седьмом месяце. А сейчас она не головой вниз. Не знаю, перевёрнётся она обратно. Нет? Хитрюга такая. Мне кажется, она постоянно в движении. Как её мама. Неуглавивый. Потому что иногда я уверена на 100% что она головой вниз. А иногда я ощущаю, что нет. Вот сейчас нет. О, шевелится. Кабреку съела. Здравствуй, шевелилась. Чё, печеньки принесли? Ну, не знаю. Пропорожки. Их обожают дети. Как в женской консультации КТГ делают перед приёмом. И я просто не знала, как там. Я думала, что я там буду проводить по полдня. Не знаю, хочу ли я с вами попробовать как-нибудь сделать КТГ в женской консультации. Сложно сказать. Ну, давай, купься. Ну, как? Ну, нормально. Сижу. Не знаю, что-нибудь там есть интересное. Ну, мало, да? Активничает. Ммм. Ещё посидеть. Ещё разок. Спасибо. Вообще, мне сказали, что в другом кабинете делают КТГ. Но сегодня в процедурном. Мне пофиг. Я первый раз. Я не знаю, как было в другом. Сейчас активно стало. О, нет, нет. Вот так. Ой, как? Я даже эту штуку вот отодвигаюсь. Это швед, что ли? Короче, история просто угар. Так, во-первых, я всё вышла после КТГ. Всё хорошо. Сказали 10 из 10. В итоге я где-то полчаса посидела. Вот. Я потом заехала к маме. Мы с ней посидели, поболтали. Потом я решила заехать в магазин на районе. Куда... Ну, не часто приезжаю. Раньше часто приезжала. Ну, короче, взять сырочек вкусный, российский, колбаски. Я уверена, что практически каждый из моих подписчиков наверняка сталкивался с такой ситуацией. Вот там, где вы там просите сыр, колбаску. Там, ну, как правило, девушки какие-то работают, да. И они вам всё это достают, нарезают, кусок отрезают. И так редко бывает, чтобы эти девушки, там, не знаю, женщины были любезными, там, каким-то добрыми. Не знаю, всегда это с таким... Подобись этой колбасой. Надо было раньше говорить. Я такая спрашиваю, есть российский сырочек? Так, говорю, сырочек даже прям миленькая, уменьшительно, ласкательная. Мне говорят, да, вот. Я говорю, ой, а можно мне чуть меньше половинки от этого кусочка? Она мне берёт, даёт огромный кусок. Я говорю, можно мне такой поменьше? Но он мне просто огромный даёт. Я говорю, ой, можно мне такой поменьше? Половину от этого прям я прошу, потому что она мне настолько большое дала. Она мне так говорит, всё, всё, я ухожу, всё, я ухожу. Рядом со мной ещё стояла девушка. Она говорит, ой, а мне вот такой сыр, типа, дайте. То есть она мне оставляет этот огромный кусок, ничего с этим не делать, не хочет вообще никак решать этот момент. Я с этого охраневаю. Но остаётся там ещё одна девушка, к которой можно обратиться. И я говорю, можно мне, пожалуйста, этот сыр сделать поменьше? Ну, типа, мне такой огромный кусок не надо. Там, наверное, я не знаю, сколько было. Очень много. Она мне берёт, короче, отрезает, а я же не знаю, как там, что у них принято. Я говорю, можно мне такое, ну, нарезкой сделать? Ну, то есть мне нужна половина от этого. Я в граммах не могу сказать. Я, блин, сыр каждый день не нарезаю, чтобы знать, сколько граммов это будет. Ну, я не взвешиваю сыр, там, колбаску, чтобы вот так вот, ну, знать. То есть я скажу там, не знаю, 300 грамм, а мне потом покажется, что это дохера или наоборот не дохера. Короче, она отказалась мне нарезать сыр. Сказала, надо было раньше думать, что они такое не нарезают. Это от большого куска тогда надо было нарезать. Окей, ладно, ну, типа, хорошо. Там не было огромной очереди, знаете, чтобы я там кого-то супер задерживала. Нет, она спокойно могла, ну, обслужить меня. И всегда, вот сколько я в этот магазин не прихожу, ничего не могу поделать. Просто здесь действительно, ну, хорошие вот эти вот сыры, колбасы уберу. Но тут практически всегда такое хамское отношение. Вот мне иногда так и хочется сказать, хуй ты, блядь, здесь работаешь тогда. Я всегда до последнего держусь и всегда очень любезно со всеми общаюсь. Никогда никому не хамлю, не грублю. А на кассе вообще прикол. Я стою, мне говорят, типа, будете покупать карту. Ну, есть у вас карты магазина. Я говорю, а что она дает скидку? Она говорит, не, она какая-то накопительная, туда-сюда. Но она не на все действует. Я говорю, да не, нахер, она мне тогда нужна. В итоге отказываюсь. Я говорю, ну, оплата картой. За мной в очереди стоял мужчина. Ну, то есть даже не молодой человек, а именно мужчина. Ну, как бы, уже, там, в возрасте, средних лет, не знаю. И он предложил свою карту, типа, скидочную. А девушка на кассе сказала то, что, ну, вот, типа, чё ж вы, я уже там вбила. Ну, то есть у меня уже горит оплатить. То есть карта уже, ну, не проканает. Знаете, как он меня назвал? Женщиной. Он говорит, ну, вот, просто, типа, женщина думала брать карту, не брать. Я поэтому не предложил раньше. Я думаю, вы видели, то, что у меня мама сейчас очень сильно похудела. И вообще выглядит супер-пупер офигенно. Постоянно получает комплименты. И я тоже видела, комментарии писали, какая красивая мама. Мне это безумно приятно. Ей тоже безумно приятно. И мы с ней недавно только обсуждали, что ей постоянно все говорят девушку. То есть ей говорили женщина, а сейчас она так хорошо выглядит, и ей постоянно говорят девушка. И я такая думаю, блядь, а мне сказали женщина. Я понимаю, что чёрт. Вот так. Не знаю, может, он подумал, что, я не знаю, сколько мне лет, у меня такое лицо отёкшее, пухшее. И пузо огромное. Может, он подумал, что это пивной пузо, а не берет, да я не знаю. И брови такие чёрные. Ну, короче, этот дядя сделал мой день. А до этого дядя, да, тётя с колбасой и сыром сделал мой день. По поводу дяди пофиг, но тётя с сыром, ну, реально, честно, каждый раз не понимаю. Ну, зачем быть настолько злыми? Я понимаю, что, наверное, я со своей колокольни, со своей чудесной, шикарной жизнью, да, как некоторые смотрят и думают, ой, да ты вообще не напрягаешься по жизни, ты кайфуешь, купаешься в благах, вообще у тебя нет никаких заморочек, ты попробуй сама стоять каждый день, нарезать сыр, колбаску. Блин, в чём проблема тогда идти на другую работу? Найдите другую работу тогда, если на этой работе всё, что вы можете, это, ну, вот такое хамское отношение. Ну, не знаю, просто неприятно, просто неприятно. И ладно, знаете, я каждый раз думаю, ну, ладно, наверное, там у девушки день плохой, не задался, что-то случилось. Но я вам клянусь, ей-богу, в этом магазине всегда все ведут себя по-хамски, всегда. И мне это просто, честно, ну, вообще непонятно. Я понимаю, что, наверное, резать колбаску, да, с сыром нарезать, давать вот эти все деликатесы, ну, скорее всего, не работа уж мечты, но это же не я виновата, что ты работаешь на такой работе. Я же любезно прошу мне там кусочек сыра порезать, не знаю, колбаски дать. И я, знаете, каждый раз меня это бесит, потому что я думаю, блин, потому что мне каждый раз даже не хочется что-то там брать, что-то просить, но я хочу взять там себе колбаску, сыр, потому что я знаю, что там все свежее, вкусное. И каждый раз я думаю, блин, лучше закажу там где-нибудь уже там в этом специальном пакете, вот этом приедет мне там еще что-то. Но будет, да, оно тоже будет вкусное, тоже мне нравится, но не такое вкусное. И вот, например, сыр, я вообще не люблю вот эти вот сыр, который, типа, как на бутерброды кладешь, там, плавленный, не плавленный. Я люблю сыр именно вот куском, например, сыр, или чтобы он был нарезкой, но с куска. Вот такие сыры, которые ты пришел, купил, как на рынке. Вот мне такое нравится, мне это вкусно. И меня просто бесит, что из-за вот таких вот людей, которые раздают колбаски и сыры, очень часто даже не хочется ничего брать. Так. Все-таки очень интересно, что же здесь такое. До сих пор там люди сходят с ума каждый раз, когда я что-то говорю по поводу того, сколько я вешаю, как я изменилась внешне, что я стала там пухлее, еще отеки. Начинается у людей какое-то сумасхождение, типа, Юля, ты сходишь с ума, хватит говорить только про вес. Реально, это так странно, я делюсь тем, что происходит в моей жизни с моим телом, с моим организмом, какие изменения происходят. И да, вес это часть изменений в моем организме. И мне лично это пипец как интересно. И я уверена, многим девчонкам беременным это интересно. И тем, кто планирует беременность, интересно, как вот так бывает, как вот так. У кого-то так проходит, у кого-то вот так. Ой, тут походу куча одежды или какой-то плит, слушайте. Ой, да тут до хрена с его! Я вообще такая сумасшедшая. Привезли коробку вот размером с как раз этот ящичек, мешочек. И коробка была по ощущению вообще пустая. И Слава такой, блин, зачем они пустую коробку привезли? Я говорю, слушай, давай откроем, вдруг она не пустая. Потому что когда мы раскрывали вот этот диван, там было две пустые коробки, чисто для того, чтобы он, ну, не шатался, это кресло, точнее. Вот. И мы их, кстати, тоже раскрыли, на всякий случай. И, короче говоря, он раскрывает коробку, а там вот эта хрень, ну, типа, она просто невесомая. И в коробке она была прям по размеру, то есть даже не было ощущения, что что-то в коробке есть. Короче, капец. И мы когда открыли, мы вообще офигели, потому что могли бы выкинуть. Так, я сюда, кстати, сложу. Бодир разноцветный. Что-то по размеру интересно написано. Размер 12 месяцев. Видите, какие я заказывала? Потому что я думаю, да ну да, сейчас с размерами мы угадали, я вообще не знаю, что там, как эти дети растут. Так, а это что? Как будто покрывало плен. Так, это одеяло белый экрю. О, да. Ну, я думаю, что это все-таки типа покрывало. Большое причем, я думаю. Чуть ли не на нашу кровать, скорее всего, даже. То есть не на детскую. Что тут по размерам? Настенные украшения разноцветные. Это как раз то, что я говорила в видео, что типа вот ребенку то же самое. А вот эти вот мобили, которые кто-то пишет, и ребенок на них не реагирует. Они все нейтральны. Ребенку это не нравится. Как будто вот кто-то из вас знает лучше, что понравится ребенку, который еще не родился. Ну, короче. И я говорила о том, что вот эти вот картинки, которые вешают над кроватью ребенку, по сути тоже пофиг. Это просто для уюта, для милоты. Ну, и потом все равно ребенок же растет, он будет обращать внимание на все эти мимимишности. Какая дурная вообще. Так рада всем этим мимимишкам. Да, кто-то скажет, пылесборник. Ну, все, по сути, пылесборник. Шторы тоже пылесборник. Давайте снимем шторы теперь. По-моему, супер уютненько. Ну, вот это все расчесать. И вообще. Вот такая, типа, вместо картины висит. И все, милота. Ну, классно. Сейчас мы это завернем. Аккуратненько. До лучших времен. Потому что пока вот эти все декоры, штучки, они, конечно, сводят меня с ума. Но сначала нужно, чтобы мебель собралась. И какой-то клининг, что я не знаю. Вызывать клининг сто процентов. У нас очень грязные окна. Я даже не хочу за это браться. Я вообще думаю о том, что мне это придется делать. Так, настенные украшения еще. Но на самом деле лучше все это потом смотреть. Следующим этапом. Крючок белый. Я заказала всякие крючочки, на которые можно будет вешать, кстати, какую-то одежду, может быть, для малыша. Ну, не знаю, там, платьица. Типа мы куда-то на выход собрались. Но сначала нужно мебель расставить. Потому что нужно знать, где что будет висеть. Ну, типа какие-то крючочки, там, штучки-дрючки я повесила над комодиком. Что-то там. Ну, нет, над кроваткой, наверное, нет. Ну, короче, в любом случае. Поэтому нужно понимать, что где будет. Так, а это что? А, это балдахин. Кстати, говорят, что это вообще не полезно. Что он, типа, тоже пылесборник. Ну, ладно, может, для фотографии. В любом случае, попробовать можно. Значит, зачем это изобрели? Классно. Чего? Ну, получается, все. Опять я всю мелочь классно разобрала. Только там еще коробка есть на нее какой-то. Но я безумно счастлива, что к нам пришла эта посылочка. Что я ее так долго ждала. А с каким кайфом я все это сидела, выбирала на сайте. Здесь светильник и... Мне лучше это не трогать. Это лучше оставить мужчине. Куда бы это все подевать теперь? Из одежды тут ботики, я смотрю. Такие большие. На 12 месяцев написано. Повторяются, походу. Да, каждую по два, что ли. А размеры одинаковые? Или меняются? Да нет, одинаковые вроде. Вот такой с лисичкой, с медвежонком и с кошечкой. Вот такие просто ботики. Написано, что на этот... Ой, еще с мышкой. Какой-то. Ха-ха. 74 сантиметра, 12 месяцев. Ну, короче, не знаю, уж посмотрим. Так, ну это можно к вещам бросить, в принципе. Какой-нибудь контейнер, который мы с вами уже разбирали. Просто интересно глянуть. Походу, оба на 12 месяцев. Вот такой ботик, хорошо тянется. С вот этими подвывертыми. Подвывертыми. Ну, тут просто... А, ну вот с ежичком какой-то ботик такой милый. Просто ботики, ничего такого сверхъестественного. Вот эти вот, смотрю, с ручкой. Однотонные. Конечно, все надо будет постирать, ясное дело. Этим я займусь вскоре. Ура! Теперь, когда у меня будет комод, я смогу начать все раскладывать внутри, все стирать, распределять по возрасту, по месяцам, по сантиметрам. Я не знаю, наконец-то. Ну вот, я думаю, вам и так видно. Просто обычные такие классные ботики. Приятное достаточно качество такое. Очень хорошо все тянется. Хабешечка. Вот. Такое вот с ежичками. Чудо. Ну, класс. У нас вот, видите, уже и на год даже есть какие-то штучки. Даже не знаю. Мне кажется, мы уже ребенка одели на год вперед точно реально. Носки. Есть часть посылки от Леоли Дуд, которая до нас еще не дошла, но там, можно сказать, мелочь. То есть самое основное большое точно уже дошло, особенно мебель. Там есть настенное такое хранение. Я заказала тоже, типа, как вот этого бисюлька, только там с кармашками. Ну, тоже удобно там что-то хранить, я думаю. Ну, может, она не настолько прям такая же. Короче, еще там какая-то одежда должна быть. И что-то еще. Тут такие классные носки. 15-18 написано. 7 пар. Такие узорчики. Не хочу их сейчас так распаковывать. Вот эти вот обычные, походу. Ну-ка, фокус. Вот такие. Тоже обычный такой горчичный. Беленький обычный. Полосочка такой. И вот такие солнышки. Классно? Ах, как я это все люблю. Такие маленькие ножки. Кстати, я такая у вас смешная. Я еще не родила, но я уже заказала себе бенкурк. Не знаю, но хочу пользоваться после родов. Вот, потому что, ну, видела не один раз, что это довольно-таки такая полезная вещичка. Подвязываешь все свои органы, и они встают, типа, лучше на место. Что-то там держат. Ну, короче, есть там какая-то классная фигня. Написано, что это аналог послеродового бандажа, но, типа, послеродовой бандаж, он, причем-то там неправильный, потому что он не физиологический. Ну, короче, ерунда, типа. А вот этот, он больше, как вот, более правильный, что ли, более индивидуальный будет. Ну, короче. Это то, что я слыхала. Заказала вот такую вот накидку для кормления. Просто какой-то мешок. Или что это? Короче, с этим тоже разберемся потом. У меня уже этот шкаф, который в коридоре, он уже все. Там уже нет места, потому что там же все в контейнерах у меня напихано. И, понятное дело, что места занимает много, да и, в принципе, просто много всего. Надо как-то это уложить. Ну, не смотрите то, что я так, как бы, запихиваю сейчас. Хотя, по сути, я просто положила. Понятное дело, что все это я отстираю. Просто пока храню в контейнерах, не видела смысла все это отстирывать, чтобы потом обратно убирать в контейнеры. Конечно, я ждала, когда приедет детская мебель, куда я это все сложу. Да, стирки у меня закачаешься, конечно. Я еще говорю в нос. Я думаю, вы слышите такой гнусавый голос. Скорее бы это прошло уже, потому что бесит. Из-за этого также мне немножко не так легко дышать. Хотя, может быть, уже просто нелегко дышать. Я даже и не знаю, если честно. Может быть, просто уже не так легко дышать, и появляется какая-то дышка, потому что, в принципе, у меня большой ребенок в животе, и он давит там везде. На самом деле, я думаю, что 100% отчасти тоже, да. Просто у меня еще иногда нос заложен, это добавляет, наверное. Но отчасти 100%, да, потому что у меня есть очень небольшая, маленькая, малюсенькая, вот такая малюсенькая изжога. Она меня практически не беспокоит, и я практически про нее даже не вспоминаю. Но в какой-то момент бывает, я такая, ой, типа, ну неприятные ощущения испытываю, но сильной изжоги нет. Не знаю, пока так. Посмотрим, как будет дальше. Я такой, знаете, пройдем эксперимент. Что нас ждет дальше? Беременность, это, конечно, дело очень интересное. За эту беременность на мне выросло новых каких-то родинок интересных. Самое стрёмное, что эти родинки вырастали на каких-то таких местах. Короче, на теле, где-то там, где части тела терлись об одежду, обо что-то, эта родинка травмировалась и отваливалась. Если хотите услышать какую-то мерзкую историю, вот она была. Такая вот интересная жизнь. Поэтому я, конечно же, такая, знаете, ничему не удивляюсь. Малой ливы из сисек течет. Понятно. Родинка новая выросла и отвалилась. Тоже понятно. Изжога. Ясно. Отеки. Ну, понятно. Тоже, в принципе, ожидаемо. Ну, короче, все это любопытность такая. Ну, реально, это трэш. В беременности столько всего интересного с тобой может произойти. Ты узнаешь свое тело с другой стороны. Как так вообще? Честно, для меня, когда у меня начало выделяться вот это молозиво, для меня это было настолько странно. И мне было сложно это даже принять психологически. Потому что, ну, типа, как? Я всю жизнь, ну, типа, знаю свои груди. Из них никогда ничего не текло. Они не такие. Ну, короче, оказывается, такие. И я сейчас уже к этому привыкла. Все ясно, понятно. Но, честно, в первое время мне было это так непривычно. И, типа, что-то из моих грудей идет. То есть, это просто странно. Потому что ты к этому, конечно, не привык. Да из чего бы. В общем, да. И это к тому, что женское тело, вообще, беременное тело, это что-то реально, как восьмое чудо света. На этом я заканчиваю этот влог. Надеюсь, что он вам понравился. Если так, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, на все мои соцсети. Ссылку оставила в описании. Пишите комментарии. Буду все читать, смотреть. Будем с вами болтать, дружить. Обязательно еще подпишитесь на Телеграм. Потому что там всегда мы тоже все более подробно изучаем, обсуждаем. Вот. Всех люблю, целую, обнимаю. Будете счастливы, здоровы. И всем пока.